В субботу православные отметят великий праздник крещения Господня, кому можно окунаться в прорубь, какую воду можно пить верующим, как в этот день будут работать храмы. Об этом сегодня поговорим в нашей студии с протеереем Георгием Крейдуном, настоятелем Барнаульского храма Иоанна Богослова. Здравствуйте, Отец Георгий. Здравствуйте. Сложным ли будет день 19 января лично для вас? Насколько рано в этот день открываются храмы, когда начинается праздничная служба? По большому счету праздник крещения начинается уже накануне с сочельника крещенского, с 18 января по новому стилю, когда мы освящаем первый раз воду, совершаем это полное освящение большое, великое освящение воды и начинаем раздавать воду. Но, конечно, большая часть людей привыкла приходить в храмы именно на 19 число, и 19, конечно, будет еще больше людей, и каждому церковь, священнослужители и те, кто им помогают, должны оказать внимание. То есть можно сказать, что воду уже можно взять в храме, в вашем в том числе и вечером 18 января? И вечером 18, ну а так примерно с обеда, после утренней службы, которая будет чуть дольше, чем обычно, 18, тоже будет освящена вода, и эту воду можно брать домой. Но этот день для вас лично чем-то отличается от всех остальных, может быть, праздничных дней? Или он похож на праздничные дни, там, я не знаю, Пасха и еще какой-то великий праздник? Ну, вы знаете, Рождество тоже очень насыщенный праздник в церкви, пасхальные, конечно, службы тоже очень насыщены. На Пасху вообще неделю церковь празднует, и люди идут, и кто в Кавакова позвонит, кто свечку поставит. Но здесь дополнительная сложность для священнослужителей — это еще организовать раздачу святой воды. То есть это некое такое не просто духовное общение с большим количеством прихожан, но и решение определенных технических, я бы сказал, вопросов. Потому что, наверное, людей очень много, и каждый хочет, их же надо в очередь поставить определенную. Бывают проблемы, особенно в какие-то пиковые моменты, в течение дня это не все время, но тем не менее, когда большое количество прихожан, если еще бывает морозы, люди на улице стоят, и нам их жалко, они мерзнут. Но тем не менее, как-то ропота, я бы не сказал, что бывает. Бывает ропот тогда, когда начинают перемерзать краны, значит, в большой мороз, и количество воды, ну, струйка более тонкая. Или когда кто-то приходит с 20-литровыми вот этими, значит, пластиками, бутылями. Ну, это, собственно, люди сами себе создают трудности. Здесь нас трудно в чем-то обвинить, но тем не менее, конечно, в первую очередь, становимся виноваты мы, если какие-то вот такие накладки независимые, независящие от нас происходят. А вот многие горожане, ну, наверное, это все-таки люди далекие от православной веры, считают, что вода становится святой уже рано утром 19 января. Причем вода, которая бежит из крана дома. Так ли это? Ну, вы сказали, что это, думаю, далекие от веры. Я бы сказал, что это, конечно, близкие к вере, да, если они верят в святую воду из-под крана. Дело в том, что, конечно, мы должны относиться к благодати, освящающей нас, не с точки зрения вот таких материалистических каких-то принципов, по времени там или откуда взять. Нет, это, конечно, все во многом определяется степень нашей веры. Были времена, когда храмов практически не было у нас на Руси, и, по большому счету, люди, живущие где-то далеко от храмов, набирали воду с верой из источников. А у кого, кто жил в городах, те, ну, верующие, те брали из-под крана. И, конечно, если они еще при этом и молитвы читали, конечно же, мы не можем отрицать то, что вот таким образом набранная вода, она лишена благодати. По-моему, споры у нас ежегодные идут по поводу того, что медицинские работники, например, запрещают пить воду после освещения ее из непосредственно АБИ. А по-вашему, можно ли эту воду пить, употреблять вовнутрь? Ну, во всем должно быть чувство меры, как говорят, да. Насколько я знаю, еще лет 10-15 назад бывали такие случаи, когда брали пробы воды накануне крещения, и она там содержала какие-то примеси, а, допустим, кто-то проверял в сам день праздника, а в день праздника вроде как чистая становилась. Вот, поэтому здесь, опять же, каждый по своей вере поступает, и я думаю, что если там, ну, небольшое количество освещенной воды мы, значит, испробуем, то в этом ничего плохого не будет, но, конечно же, для освещенной воды, для будущего освещения всегда избирались чистые источники воды. И в этом смысле, если есть явные признаки загрязненности, да, то над такой водой, конечно, мы ее не освещаем для того, чтобы употреблять вовнутрь. По большому счету, вот, уже я отметил, что 18-го числа идет первое освещение воды, и это освещение, как правило, совершается в самих храмах, в емкостях, с чистой водой, и эта вода берется для использования в домах. Ту воду, которую люди могут набрать в храмах, как долго ее можно хранить, пить, умываться? Ну, я знаю случаи, по 25 лет она стоит. Да, все, опять же, зависит от того, как человек к этой святыне относится. Если он к ней относится с благовеенством, использует чистую посуду для этого, не смешивая то с какими-то бытовыми там предметами, то, знаете, вот у классиков описаны истории, когда вот к крещенской воде относились так, что ее используют самые ответственные моменты службы. Я помню какой-то рассказ, сейчас не могу вспомнить автора, там чиновник получил, значит, себе китель, и он достал пузыречек, значит, запечатанный воском, это пузыречек со святой водой крещенской, чтобы покрапить этот свой новый китель, ну, соответственно, получить благословение на свою должность. Поэтому в таких случаях, если люди соблюдают вот чистоту духовную, религиозную, то срок хранения такой воды не ограничен. Поняла. А всем ли можно в день крещения окунаться в прорубь? Существуют ли какие-то ограничения? Не знаю, очень много детей же погружается тоже там, не знаю, 10-15 лет. Можно ли им? И здесь тоже должно быть благоразумие, значит, бывали случаи, когда вот, ну, в прежние времена, в прежние столетия иногда Синод даже издавал, ну, не Синод, скорее всего, а ипархиальное начальство по местам, ну, особенно, где очень холодно, видимо, даже запрещающие какие-то, значит, меры принимались для того, чтобы люди бездумно не рисковали своим здоровьем. Вот. И сейчас мы говорим о том, что человек должен, конечно, сам решить для себя, способен ли он это все перенести. То есть здесь не должно быть какого-то, знаете, повального устрема, а все, значит, и я тоже пойду. Нет. Ну, а вообще, если все это вот соблюсти, если у вас нет, там, проблем с гипертонией существенных, да, там, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, наверное, можно это делать. А вы сами окунаетесь? Ну, приходится, потому что некоторые прихожане просят, так-то я бы не рвусь, если честно. Но когда уже возглавляют, ну, некую группу своих близких, знакомых, приходится и самому, конечно. Я поняла. А смываются ли грехи при погружении в прорубь? Потому что очень многие считают, что погрузился ты в прорубь, Ну, все, и все грехи из тебя сняли? Нет, грехи прощаются человеку через покаяние. Другого способа нет. Кроме того, когда человек входит в крещенскую купель, то есть над ним совершается таинство крещения, первое крещение, ну, первое, единственное. И вот с этого момента человеку прощаются грехи всей его прежней жизни, благодаря тому, что он приходит ко Христу. А наше окунание в крещенской купели, но уже праздника крещения, а не совершение крещения, таинства крещения, это уже мы, это просто один из обрядов, богочестивых обрядов, которые не только на Руси, но и в других православных странах присутствуют, но он уже не является, вот, ну, обряд это не таинство. И поэтому здесь не нужно думать, что грешишь, окунулся на крещение 19 января в Фрорубь, и все, ты на целый год уже очистился от грехов. Нет, это не освобождает человека от таинства и исповеди. Ну, с наступающим вас праздником! Спасибо большое! И вас всех зрителей! А я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящем празднике крещения Господня с отцом Георгием Крейдуным, настоятелем Барнаульского храма Иоанна Богослова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Т.Кулакова Продолжение следует...